здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня нас ждет очередной разбор вот этого товарища которого вы видите на фотографии на презентации в общем то я его не знала до того как столкнулась с этим интервью и посмотрев это небольшое интервью у ксении собчак я поняла что вот слова кто-то из великих сказал такие замечательные слова которые вот под это интервью полностью подходят все самые большие глупости делаются с умным лицом вы знаете на таких умных щах такой пурги я давно не слышала поэтому я решила что надо обязательно сделать разбор вот этого всего потому что это просто атас кто это такой вообще конечно я не знала раньше кто такой егор беликов да и сейчас я думаю что я за по забуду сразу же это имя потому что ничем интересным он ну как-то мне не запомнился единственное что вот такую пургу я давно не слышала да так вот этот человек расстался с девушкой после чего девушка обратилась в травмпункт и в полицию сняла побои там и ну в общем-то уголовного дела пока не завела она опубликовала у себя в соцсетях снимки того что он с ней сделал при расставании после этого еще несколько предыдущих девушек с которыми он встречался сделали то же самое объявили о том что он тоже их бил то есть это такой абьюзер причем с очень интеллигентным лицом работавший до недавнего времени в сми там в шоу-бизнесе на этом критик художественных фильмов ну в общем то я о нем не знала и знать не хочу дальше но сегодня мы разберем его вот именно ответы как он отвечал ксении собчак я думаю что вам понравится потому что это действительно наш клиент давайте смотреть внимательно и так вообще конечно начало интервью очень многообещающе давайте посмотрим и сразу поймем с кем имеем дело у тебя появилось желание высказаться на большую аудиторию у меня есть пять причин почему я сюда пришел во-первых я не просился мне позвонил ваш продюсер дело в том что на меня вышла гай германика и сказала что вот у тебя возникло желание высказать мы просто обсуждали это с лерой но действительно сейчас сам момент чтобы что-то сказать да видите здесь у нас идет уже улыбочка челюсть поднялась и это говорит о том что он действительно этого хотел поэтому то с чего он начал говорить да это не я это вы меня пригласили то есть я такой весь расписной а вы меня зовете на свою передачу да не ксения ему резонно ответила слушай дорогой но ведь меня попросили и он говорит да действительно а я а я попросил да вот но я ж не вас просил лично я другого человека попросить и я поняла что здесь такой махровый манипулятор сидит да и будет интересно послушать и несмотря на то что интервью там не многочасовое все равно там очень много полезной информации можно выводить да получается он не попросил человека который организм вернее он попросил человека который в дальнейшем все организовал но он сидел на попе ровно да это его пригласили редакторы а дальше следующий фрагмент но там дальше чем дальше тем интересней давайте смотреть во вторых ну все обвинения которые поступили в мой адрес они были сделаны публично и соответственно отвечать на них я тоже должен публичным в третьих вот ксения здесь чувствует себя красоткой королевой до расширилась вот вот это вот передвижение из стороны в сторону поднимание челюсти поджимания губ и явно тут скрытая улыбка да получается но она то знает что за фрукт сидит напротив нее я думаю что она специально выложила это интервью чтобы мы все посмеялись потому что другой эмоции другого вообще другой реакции я не знаю на что он рассчитывал когда шел со свои со своей правдой так называю ну естественно он на серьезных щах будет сейчас нам рассказывать что он действительно белый пушистый но вот прям сам себе противоречит во всем абсолютно вот с первых слов что я не хотел идти вы меня сами пригласили и дальше вот все что он будет говорить он будет противоречить сам себе давно и ксения здесь конечно же понимает что будет забавное интервью но давайте посмотрим поверим пока ксении на на слово на жесты можно сказать да давайте смотрим я совершенно точно не насильник я никогда никого не насиловал все те акты которые описаны как изнасилование на самом деле были сексом по взаимному согласию видите при этом челюсть вверх то есть для него это оружие до оружие которым он борется да вот вот эта версия что они сами этого хотели я продолжу на этом настаивать у меня действительно есть психологические проблемы я а дальше он понес версию которая полностью а отменяет то что он сказал только что понимаете он сказал что девочки сами этого хотели да может там немножко жестко получилось но девочки сами этого по сути хотели да а потом он начинает говорить жаль что приходится признавать об этом на публику но я скажу у меня случаются вспышки немотивированной агрессии и я с этим работаю состою на учете у психиатра видите и действительно это это действительно правда вот смотрите на его лицо сжимает губы челюсть вперед вот она агрессия как выглядит и он сейчас говоря об агрессии и у него на лице это агрессия понимаете вот эти скрываемые негативные эмоции да он опасен вообще ребят это знаете у меня на ум приходит чикатило вот честно говорю он тоже очень интеллигентно выглядел он был учителем школе да но мы мы знаем чем это закончилось да и в общем то здесь получается перед нами человек с очень интеллигентным лицом до в очках такой вроде бы скромный замечательный белый пушистый но при этом он такие вещи но как бы считать нормальными да что вот у него вспышки этого гнева но вот то что было в сексе да это не меня заносило он он даже не говорит о том что там может быть меня занесло да это было по обоюдному согласию да где же это согласие если вот вот она агрессия он агрессивен ребят я не совершал никаких уголовных преступлений и точно не причинял никому вред здоровью но и при этом там у него эмоции вины это понятно и знаете вот эта поправочка что я не совершал уголовных преступлений но вы знаете грань такая может быть размыта и он хорошо и у я уверена я на сто процентов на тысячу процентов что он проконсультировался или сам даже прочитал потому что такой тип личности он обычно прочитает сам все законы вникнет и в общем то он он в теме поэтому он делает вот такие поправочки до что типа его его линия защиты вы помните он и при этом челюсть поднял что это было по обоюдному согласию да а потом если вдруг не удастся заказ доказать этого в суде тогда у меня есть на всякий случай справочка о том что я нахожусь на учете у у кого там у психиатра у меня приступы агрессии я об этом говорил даже в сми да но это если вдруг докажут а если не докажут то по обоюдному согласия понимаете у него такая многоходовочка вот это вот хитро хитро сделанный называется но я не буду говорить так как это в народе говорится я думаю что вы понимаете да на всякий случай он подготовил смягчающие обстоятельства юридически надо побольше вот всяких аргументиков справочек нанести да вот там они решают поэтому он вот вот он готовится понимаете он готовится к суду и здесь конечно же он хорошо понимает что перегнул он палку и что он он совершенно не прав но все равно это понимаете это его точка зрения да как бы и я уверена что там действительно было насилие потому что ну вот так вот подстраховываться да вот так вот так то есть я вроде как это было по обоюдному согласию но на всякий случай имейте в виду что у меня есть психологическое расстройство психиатрическая даже да на всякий случай я все равно и избегу наказания вот такой вот очень хитрый тип перед нами сидит который сам же все и рассказывает по сути дальше следующий фрагмент без вне отношения этих вспышка просто не случалось поэтому обвинять не в том что я системно объявил весь мир мне кажется как-то через мир я действительно в какой-то момент вынужден был определиться со своей позиции по поводу все возрастающего и усиливающегося феминистического движения в россии а так он герой оказывается и феминисты виноваты вот кто виноват в том что он насиловал своих девушек вот кто виноват то что он абьюзером стал это феминисты разозлились на него за то что он там их где-то разоблачил и теперь они его мочат и сейчас он в наших глазах такой плохой на самом деле конечно же это уловка манипулятивная да вы видели как он высоко поднял челюсть я так не видела вот чтобы кто-то из героев которых мы разбирали я впервые вижу чтобы так поднималась челюсть то есть там вообще столько гонора да то есть я я вообще борец за справедливость эти феминисты они они достали я их я их осадил теперь они мне мстят да отвращение напряжение губ вы это все видели я надеюсь и и вот такой акцент при поднимании еще и брови но это просто махровейший манипулятор который вот даже при стопроцентной виновности да он найдет кого-то виноватого да и вот так вот начнет его мочить но это просто ужас я я смотрела и у меня волосы дыбом вставали ребята то это просто наглец такой пришел еще ну конечно это понятно что он пришел потому что потерял работу да ему сейчас хайпа надо получить поэтому даже то что мы с вами разговариваем сейчас о нем мы добавляем ему немножечко хайпа но опять таки хайп он конечно хорош но в данном случае это просто ужасно и раньше я как-то его не знала сейчас знаю ну вот разбираю и понимаю что ужас ужас и и главное вот знаете я почему взяла его в разбор потому что часто девчонки девчонкам попадаются вот такие вот типы которые вот они вроде выглядят интеллигентно говорят умные вещи а на самом деле такие гнилые внутри вот вот это вот как раз вот такой типаж понимаете девчонки будьте осторожны просто да давайте включаю следующий фрагмент по словам одной из девушек ой что-то по по словам одной из девушек вы заставляли ее брать наркозакладки за вас это и про к этому нельзя а вот это как раз тот фрагмент который на который кто-то из моих подписчиков обратил внимание я прошу прощения не обратила внимание кто я просто увидела что меня отметили надо так вот что я здесь вижу первое нет удивления вот если человека обвиняют в чем-то что он не совершал значит у него будет удивление и он постарается эту тему больше развивать он постарается больше подробности вытаскивать но откуда вы узнали с чего вы это взяли да кто сказал на этого всего нет он просто сидит и такой не было такого да потом слишком быстрый ответ когда заметила вот это подписчица до которая отметила дальше и после того как он сказал не было он так замер и сидит и ждет и смотрит что ксения еще что у ксении еще есть на него понимаете он не опровергает вот этот момент что говорит о том что это действительно правда понимаете давайте смотреть относиться как бы неоднозначно плохо по дефолту потому что наркотики зло это незаконно мы вместе забирали эти закладки и просто распределяли роли в этом процессе ну проще говоря это зависимость наркотической она была не только у меня и смотрите как браво браво перед нами махровейший манипулятор во-первых это помните у башарова он тоже утверждал что те жены которых он бил оказывается вместе с ним просто бы бухали по черному допили и а потом в пьяном угаре у них там обоюдная какая-то стычка происходило вот здесь то же самое он говорит мы вместе да то есть сразу перекладывает ответственность и на эту девушку до которая его в дальнейшем сдала и которая о нем это рассказала то есть она она плохая до очерняет в наших глазах и и но это в общем то можно понять но знаете вот только в том случае если понимать что перед нами человек довольно подлинненький да и хитренький да такой вот манипулятор да а значит мы вместе дальше мы распределяли роли а кто там отвечал за это распределение ролей если у него он стоит у психиатра на учете да и он подвержен приступом агрессии интересно кто там руководил этим всем ну конечно же он и это даже не надо никаких сигналов тела до для того чтобы это понять но окончательный аргумент у него просто блестящий и я точно не выставлял причиной что я публичную персоной поэтому мне нельзя брать закладки но вот вот это вот он сейчас врет потому что смотрите колено гладит и руку при этом придерживает то есть рука как бы безвольно падает но это когда человек очень сильно волнуется да и и здесь у нас поглаживание коленки поглаживание гордыни да он публичный действительно он он царь он господин а ты иди давай за закладка если что мне нельзя попадать в тюрьму да и в общем то то что он сейчас дальше озвучит это просто туши свет кида и гранату таких отмазок я еще не слышала просто все делал опять моем зрении очень плохом я банально плохо вижу то есть она это делала по собственному желанию да мы так договаривались ну да конечно это я на самом деле не совсем договаривались просто отдал ей команду такой она была зависима от него очень сильно и видимо она это делала да но вы понимаете что сейчас отмазка просто блестящие у меня просто плохое зрение вот всегда помните мы разбирали группу тату и там вот лена говорила а я же не у меня же не было такого опыта до чтобы мастурбировать перед камерой а вот это пусть пусть мастурбирует да то есть знаете и она прям даже тоже с улыбкой это говорила да и сейчас вот мы видим улыбку то есть легче всего ничего не уметь да или где-то иметь какую-то проблему до которой ты вот пожалуйста у меня проблемка вот пожалуйста меня не трогайте и вот здесь конечно же это манипуляция естественно манипуляция и сейчас он пытается я не знаю что он пытается доказывать но вот эти манипуляции они настолько дешевые настолько вообще никакущие и еще больше он себя этим закапывает я считаю ну давайте следующий фрагмент это просто блестящая отмазка вообще по всему по всему этому интервью я я знаете я чуть под стул не упал а от от того от смеха или или от наглости вот этого человека давайте смотри я хожу к психиатру хожу терапию я ну то есть он старается понравится естественно ксении да потому что он пришел себя обелять и убивает излишне сильно это как раз сигнал того что смотрите я же хороший я же вот я же делаю я же хожу к психиатру прошу прощения понять что дальше делать своей жизнью проблем как всегда оказалось в детстве и смотрите во первых качает головой нет а потом смотрите улыбочка то конечно ему самому смешно и ксения молодец браво ксения уточняющие вопросы нас всех спасут и вообще если вы хотите выводить людей на чистую воду больше уточняющих вопросов до вина печальку нарядил знаете вот вот эта печалька она здесь как коровье седло понимаете то есть идет улыбка да он ее прячет включает печаль куда он бездарный актер еще вдобавок да потом опять уже не выдержит опять улыбкой вот видите улыбка челюсть вверх вот у него приподнятое настроение у него такой шикарный аргумент он нашел чем бравировать да у меня детство было тяжелое не тут ксения со своими уточняющими вопросами убить бы ее за это то в детстве связать как-то связано с родителями с вашей я пока наверное не могу это сформулировать до конца браво браво ребята он пока не может сформулировать он пока не придумал да ему еще не подсказали какую версию надо проговорить да вы понимаете если бы действительно были проблемы он бы сказал я не могу пока этого говорить я не могу это произнести это слишком лично или еще что а я не могу сформулировать ну конечно же вы знаете я у чикатило почитала у него там тоже очень сложные много проблем было например во время голодовки его брата съели и в 14 лет его соседка пыталась изнасиловать и после этого у него были проблемы в сексе так вот знаете вот таким образом можно оправдать любого убийцу любого маньяка и любого вот если посмотреть у них в детстве действительно были проблемы и здесь смотрите беспроигрышный вариант да только вот до конца этот вариант не продумал да не подготовился пришел ксении они не учел что она будет задавать уточняющие вопросы да конечно же вот это все интервью это вранье вообще жуткая я такого вранья давно не видела поэтому вот так без очереди без спроса у вас взяла это интервью я надеюсь что вам это понравилось не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте подписаться на мой канал если вы еще не подписаны и вообще не забывайте меня а я буду стараться радовать вас видео как можно чаще разборами нашими ну вот таких героев конечно редко встречаешь писали пишите мне в комментариях если еще таких героев видите вы мне много пишите спасибо вам большое и кстати и вот этого героя я нашла благодаря вашим комментариям как я уже объяснила поэтому давайте остаемся на связи люблю вас всех очень сильно желаю вам хорошего не знаю что у вас сейчас вечер день утро в общем хорошего дня классной ночи в общем люблю вас всех очень сильно пока пока